Девочки, мальчики, порядок в голове, наводим собственные постели со своей территории, поэтому всё чистенькое, новенькое, чтобы нас не загнали в депрессию. Начинаем со своей постели, со своей территории. Там чисто, огородик в порядке, и постелька очень вкусно пахнет. Поэтому начинаем с себя, чтобы не впадать в депрессию. Задний дворик. Я хочу уже закончить это видео по нашей поездке в стоматологическую клинику здесь, в США. Потому что, если я сейчас не запишу, я потом забуду. По свежим следам, как говорится. Вообще-то, знаете, у меня такие сумбурные мысли в голове. Потому что раньше меня считали такой, знаете, пробивной, сильной женщиной, которая всё знает, войдёт в любую дверь. А здесь я себя просто чувствую таким слепым котёнком. В общем, муж всё меня контролирует. Забери эту бумажку, забери этот номер, забери драйвера, лайсенсы. А ты вот это вот сделала, а ты вот это вот нашла. Да, и поэтому для меня вот каждый такой новый шаг становится чем-то таким вау, необычным. Это меня изматывает, я очень переживаю. И, конечно же, я очень благодарна мужу, во-первых. Во-вторых, вот сейчас реально я, естественно, не выспалась. Я вся себя извела переживаниями, как это будет, а сколько это будет стоить и так далее, как заполнить эту форму электронную. Ну, в результате всё получилось. Вы помните эту историю, как мы не могли сделать страховку. За вторым разом только получилось. Я не могла с брокером связаться. Причём эта клиника, она имеет его фамилию. То ли клиника его жене принадлежит, то ли это его частная компания, ещё одна, я не знаю. Это уже не важно, нам сотрудники не сказали. Видимо, это держится, может быть, в секрете, не знаю. Я вам сейчас рассказываю просто свои впечатления. Сейчас, знаете, я хочу очень спать и есть, потому что, естественно, поехала голодная. И настолько уже, знаете, измотан организм, вот нервная система, что сижу и глаза закрываются. Но думаю, я всё равно должна это видео закончить, как бы выдать результат. А я осталась очень довольна, потому что судим по окончании процесса, что я хочу сказать, что меня удивило и что мне понравилось. Ну, во-первых, прекрасный коллектив, конечно. Большое значение имеет всё-таки говорить на своём родном языке. Вот я, меня обслуживал мальчик, значит, для меня это мальчик, его зовут Роман, он из Украины. Я смотрю, он со мной говорит по-русски, а ему тяжело. И я говорю, вы говорите, ну, спрашиваю, вы по-украински говорите, он говорит, да. И он запросто начал со мной болтать по-украински, очень скромный, такой, знаете, очень чистенький, такой аккуратненький. А вот я вашу голову немножко сюда придвину, когда мне делали эти все рентгены. Что касается персонала, они очень терпеливо всё это помогли мне заполнить. Ну, были так немножко раздражены, потому что это занимает время. Тут идут ещё параллельные звонки. Ну, а потом уже я уже как бы выходила, извините, я повторяюсь, может, говорю, не связанно, но, правда, я очень уставшая. Во-первых, я очень переживала. Для меня стоматолог – это нечто. Дело в том, что меня в детстве напугали врачи советские. В первом классе посадили в кресло. И одним махом, значит, отремонтировали мне, просверлили 8 зубов. И я запомнила это надолго, это была дикая боль, и вот с детства у меня страх большой перед врачами-стоматологами. И кроме того, их очень боялась моя мама. Вот, и очень вежливая, да. И потом мы разговаривали, когда я уже вышла из этих. Это причём не кабинет, так вот отдельно для каждого пациента. Это такие стоят перегородки. То есть, если кто-то там будет на кресле орать, значит, надо будет терпеть. Ну, там, по-моему, 6 таких ячеек я насчитала, и всего лишь 2 доктора в этой клинике. Ну, есть ещё другой, конечно, персонал. Там вот двое, по-моему, сидели на регистратуре такой, так называемой. Есть ассистент, и есть женщина, которая занимается чисткой зубов. Чистку зубов мне сегодня не сделали. И я, в принципе, её боялась. Почему не сделали? Потому что, как мне объяснила врач, это не займёт 5 минут. То есть, они, видимо, проводят тщательную чистку зубов. Не так, как вот, ну, здесь я ходила по бесплатной страховке к американскому доктору. И мне так быстренько раз-раз там прошлись. Но я боялась, чтобы если у меня там пломбы, допустим, какие-то, чтобы эти пломбы не повыскакивали. Потому что стоматология в США очень дорогая. Я была крайне напугана вообще всеми этими проблемами. Но они сказали, что 5 минут не хватит. И вот ассистент добавил, что если там какая-то пломба, ну, уже шатается, она всё равно со временем выпадет, чтобы я не боялась. Я спросила, обязательно ли делать чистку зубов. То есть, у меня так внешне, как бы, зубы чистые. А вот в середине налёт от того, что я курю. Вот. И врач объяснила, что чистку обязательно нужно делать, потому что это микробы, там бактерии лишние. И, в принципе, это вредно. Так что зубы должны быть чистые. Что ещё? Что меня смутило? Знаете, я вот приходила к врачам в Украину, и мне доктор сразу говорил, нужно сделать это, это, это. Всё. Без разговора. То есть, он сам решил. А здесь я пришла и начала показывать. Вот здесь у меня дырочка. Вот здесь у меня дырочка. Вот здесь у меня дырочка. И они потом уже, знаете, так начали осматривать. Они обращали внимание, в принципе, на что-то другое. Что у меня какие-то есть генетические проблемы, связанные с костью. То есть, челюсть, она как бы опускается. Я говорю, что с этим делать? Она говорит, это генетическая проблема. Ну, как бы по наследству досталась мне. А с этим ничего не сделаешь. Они там спрашивали, хочу ли я улучшить свою улыбку. Я не знаю, что это значит. Я сказала, что нет. Потому что, может быть, это требует дополнительных денег. А мы, как бы, сейчас не в том состоянии. Спрашивали, или я хочу полностью весь рот поменять. Ну, наверное, вставить винил и там не знаю что. Я тоже сказала, нет, что это только будут какие-то участки, да, что нужно полечить. Ну, и врач посмотрела, предложила мне, дело в том, что у меня четыре зуба мудрости еще стоят на месте. И она сказала, что их нужно вырывать. Я, когда мужу вот это вот сообщила, он сказал, что да, здесь это принято. В общем, вот этот зуб, который у меня болит, да, с этой стороны, она сказала, что его лечить практически бесполезно. То есть, говорит, мы тебе поставим пломбу, но это не факт, что зуб перестанет болеть. Я не знаю вообще, что делать. Если придется вырывать, для меня это вообще какой-то кошмар. Конечно же, все это делает под наркозом. Как бы я не готова. Психологически я не готова. Мне нужно еще погуглить, насколько вредно или полезно вырывать вот эти вот зубы мудрости. Она сказала, что надо все четыре выдрать. Вот. И что же я хотела... А, да, по ценам теперь, да. С зубами надо будет подумать. То есть, насильно ничего тебе делать не будут. Они сделали диагностику. Они имеют уже мою историю. Вот эта вот петиция, эта форма, она отправляется еще куда-то там выше, видимо, или в страховую компанию. В общем, все это очень серьезно. Заполнять нужно было только на английском языке. А мне сказали, вы можете заполнить на русском, когда я вот перезванивалась. И одна из этих работниц говорит, а кто это вам сказал? Вы понимаете, что в Америке все фиксируется на английском языке. Я говорю, сейчас пойду разбираться к старшему менеджеру. Кто это из наших сотрудников мог вам такое сказать? Я ее начала просить. Говорю, пожалуйста, никому там ничего не жалуйтесь. Может, я сама что-то не поняла. В общем, все очень строго. Теперь по ценам. Что касается страховки, мы платим 80 долларов в месяц. Без страховки, вот я сейчас вам начну называть цены. Сегодняшние процедуры, которые я прошла, то есть это 2 рентгена, плюс они еще мне зубы фотографировали. Все это выносилось на экран. Они со мной беседовали, то есть время потратили, да. Я сейчас вам расскажу. Прием стоит 119 долларов. Сам только прием. Просто ты зашел в кабинет, поговорил, посмотрел на врача. Они мне почему-то посчитали только 2 рентгена, хотя они отдельно еще делали фотографии на каждый зуб. И без страховки это стоило бы 340 долларов. Нам это вышло по нулям, вот этот вот осмотр. На следующий раз, на следующий визит, мне будут уже чистить зубы. Сегодня они не захотели, потому что, видимо, делает все это, знаете, так, добросовестно. Чистка зубов мне обойдется в 0 долларов. Без страховки это будет стоить 55 долларов. Ну и теперь пошли по пломбам. Практически одна пломба стоит 400 долларов. Ну тут разная цена есть. 358, 346. И в результате, без страховки, мы бы заплатили за 3 пломбы и чистку зубов 1216 долларов. Вот такие здесь цены. Поэтому, конечно, хорошо, что мы сделали эту страховку, все-таки добили это все. Длилось вот то, чтобы получить эту страховку, наверное, месяца 2 или 3. Кто меня смотрел постоянно, я уже и на брокера этого медицинского злилась. И вообще злилась на всю эту систему, как мне все это надоело, как это все сложно. Но это действительно непросто, потому что, ну это чужая страна. И ты каждый раз, все это для тебя, как начало какого-то нового пути. Вот все через практику нужно узнавать. Вот мы сегодня поехали, познакомились, какой там персонал. Мне там понравилось. Я уже благодарна этому брокеру. В первую очередь я благодарна своему мужу, хоть он и матерился. Вот. И благодарна персоналу, что вот они так очень добросовестно отнеслись. Вот это не был такой поверхностный осмотр. Я должна все-таки подумать насчет зубовую мудрость. И, конечно, для меня это шок. Поэтому, да, страховку делать выгодно. Но мы планировали, значит, полечить зубы и отказаться от нее. Чтобы отказаться, нужно наперед заплатить еще 240 долларов. И вот я думаю, если мы откажемся, а пломба не будет работать и придется зубы рвать, я не знаю, сколько это стоит. То есть надо будет как-то, наверное, подождать. Или, может быть, муж бы смог свои зубы полечить за это время, не знаю. В общем, для меня все это непросто. Вот не потому, что я там не хочу, я теряюсь, я теряюсь. Для меня все это непонятно. Мне кажется, что это какая-то лишняя тягомотина вот с этими какими-то страховками. Ну, приехала, покажи документы и все. С этими, я не знаю, с этой формой. Ну, это Америка, детка. То есть, что еще интересного, я сейчас скажу. Значит, там мне еще назначили один визит на 151 доллар без страховки. И мы должны будем заплатить 30 долларов. А все остальное доплачивает, естественно, страховая компания. Вот. И в результате мы должны будем заплатить всего, ну, где-то 180 долларов. То есть, за 4 пломбы, чистку зубов, общение с врачом, за то, что тебе сделали там все эти анализы, как бы, составили твою историю. То есть, до 200 долларов. Но все равно, знаете, наверное, в следующий раз я поинтересуюсь, сколько стоит, что вообще значит, хочу я улучшить свою улыбку или нет, что это значит вообще-то. Пусть мне расскажут. И, может быть, нужно поинтересоваться на всякий случай, сколько стоит, например, коронка там или имплантант, да. Я просто не знаю. Если, например, здесь страховая компания оплачивает все-таки большую сумму, то мне непонятно, почему люди едут в Турцию, Мексику, либо к себе на родину. Все-таки нужно платить за билет, чтобы полечить зубы. Понятно, страховку нужно оплачивать каждый месяц. Вот, например, за год это получится 80 на 960 долларов, да, за год. Хотя это тоже не очень-то много, но с другой стороны, знаете как. Нужно все подсчитать и понимать, что выгодно, а что нет. Конечно же, если зубы в плохом состоянии, то, конечно, то обязательно, вернее, я просто уставшая, нужно иметь страховку на зубы, на то, чтобы полечить зубы здесь в США. Поэтому, ну, слава богу, что так вот все оно обернулось. Дальше посмотрим. 22 числа. Для меня это будет ужасный день, потому что я очень чувствую боль. Ну, надеюсь на их понимание. На понимание доктора, который будет со мной общаться. Кто там еще работает? Девушка из Днепра. Она по-украински вообще не говорит. Была девушка, это вот персонал, который там работает, который там находится, и с которым мне удалось пообщаться. Девушка из Киева, она разговаривает и украинскую, и российскую. Доктор, ну, она, очевидно, здесь училась. Она хорошо говорит по-русски и еще лучше по-английски. Ассистентка, которая подходила ко мне чистить зубы. Потом врач отменил эту процедуру. Это мексиканка. Она не говорит по-русски. Ну, и вот этот вот ассистент. Это те люди, с кем я познакомилась. Мы очень хорошо попрощались. И они, знаете, что еще удивительно? Они все время на связи. Вот мы едем уже с этой клиники, они мне уже шлют эсэмэски. У вас 22 ноября в такое-то время appointment. И когда мы уезжали, они нас попросили. Вы, если получаете сообщение с нашей клиники, вы всегда ответьте или ес, или да, или что-нибудь, или смайлик. Чтобы мы понимали, вы на связи. Что вот они не шлют пространство, там, в космос все свои сообщения. И я написала спасибо. И они опять, значит, добро пожаловать к нам. Мы ждем вас. И вот все время идет такая переписка. Поэтому это тоже очень приятно, когда такое внимание. Это же все-таки время. И за два дня они тоже должны будут выслать напоминание. Причем, если, например, в течение 48 часов ты не отказываешься от приема, то клиника имеет право взять штраф 60 долларов. Поэтому нужно подумать, или сможете приехать, чтобы в больнице не было простоя. Вот так вот, что вспомнила, значит, вам рассказала. В любом случае, страховка это выгодно. Ну, кстати, кстати говоря, если, например, 1216 без страховки мы должны были бы заплатить, да, а за год, за год, страховка это 960 долларов. То есть, как говорится, найдите разницу. Да, и вот это вот то, что... Я сказала, пломба 151. Нет, 414. 414 мы заплатим всего лишь за одну пломбу 30 долларов. А здесь они как-то разбили, нужно разобраться. Ну, в общем, я смотрю, там, где пациент, вот этот столбчик, сколько мы должны будем заплатить? 30 долларов из 414 долларов. Это стоимость, вот последний будет визит, я надеюсь, что последний. Еще одна пломба, представляете? То есть, слава богу, что все-таки небольшие деньги, я считаю. И надеюсь, эта информация была полезна тем, кто проживает в США, может быть, даже за ее пределами, знаете, в качестве такой информации общей, да, вот как мы здесь вообще существуем. Спасибо за просмотр, будьте здоровы, имейте крепкие зубки. Я иду отдыхать, у меня аж уже язык заплетается. Кушать, гусика покормила. Спать и видео буду монтировать. Всем пока, увидимся. Не жалейте лайки.